Вторая городская клиническая поликлиника обслуживает около 100 тысяч сургутян о том, как справляется медучреждение с большим потоком заболевших, сколько из них борются с коронавирусом, как можно записаться на прием и где еще в ближайшее время откроются прививочные пункты. Нам рассказала главный врач учреждения Марина Таранник от первого лица. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В два раза увеличилось число пациентов с пневмонией, которые наблюдаются и лечатся на дому. Сейчас у нас их больше 400 человек. Такой высокий уровень заболеваемости явился причиной большого количества вызовов на дом. Сейчас у нас порядка 850 вызовов ежедневно поступают в поликлинику и порядка 4,5 телефонных звонков в колл-центр. Я готовилась к нашей встрече, так просто посчитала, чисто просто арифметическое действие. Каждую минуту у нас поступает 67 звонков телефонных. Конечно, колл-центр работает с большим напряжением и, наверное, не все люди могут дозвониться сразу. Это связано еще и с нашей привычкой звонить в поликлинику рано утром. Хотя надо помнить, что прием телефонных звонков у нас идет до 5 часов вечера и в субботу, и в воскресенье. Эти дни тоже не являются исключением. До 5 часов можно вызвать врача на дом. Ну и у нас есть такой сервис, как вызов врача на дом на интернет-сайте поликлиники. Это занимает порядка 30 секунд. Это очень удобно и не нужно занимать телефонную линию. Нам бы хотелось, вот мне бы хотелось еще обратиться к жителям Сургута еще и потому, что, как правило, электронными сервисами с трудом пользуются люди преклонного возраста. Поэтому, наверное, нужно о них подумать и оставить для них возможность дозвониться до поликлиники по телефону. Могу сказать, что у нас в поликлинике сегодня работает 7 стационарных прививочных кабинетов, куда можно прийти и получить прививку. У нас работает постоянный прививочный пункт на автовокзале вахтовых перевозок, где прививаются работники Сургут нефтегаза. У нас работает мобильный пункт вакцинации на базе санитарного автомобиля. Он стоит у магазина «Русич» на взлетном и у магазина «Союз». Завтра мы открываем точно такой же стационарный пункт в торговом комплексе «Взлетный». И в течение недели по мере подготовки помещения для открытия этого прививочного пункта мы откроем стационарный прививочный пункт в торговом комплексе «Русич». Многие приходят, спрашивают, можно ли спутником «Лайт» заменить вакцинацию. Я сразу говорю, нет, она рекомендована для ревакцинации. То есть тех людей, у которых уже был контакт с коронавирусной инфекцией, то есть они переболели, либо они получили полный вакцинальный комплекс. Их иммунная система помнит коронавирус, и вот тогда на спутник «Лайт» очень быстро вырабатываются антитела. КОНЕЦ